Доброго ранку, мы из Украины. Приветствую всех неравнодушных к трагедии украинского народа, а также к войне, которую развязали российские оккупанты во главе с президентом России Владимиром Путином на территории Украины. Они вторглись на Украину, разрушают наши города и убивают мирное население Украины. И это огромная трагедия как для украинского народа, так и для всего мирового сообщества. Меня зовут Эд Блэк и я передаю украинские, российские, а также мировые новости, которые могут повлиять на нашу жизнь. И начать, как всегда, я хочу с потерь русских захватчиков на фронте Украины. За прошедшие сутки российские оккупанты потеряли убитыми 590 своих военнослужащих. А всего же с начала войны, с 24 февраля, на Украине погибло 87 900 российских военных. Как вы видите, кровавая война продолжается и нет ей ни конца, ни края. Развязал данную войну президент России Владимир Путин и только он может ее остановить. Но на данный момент он и не собирается этого делать. А собирается и дальше бомбить наши города и уничтожать наше мирное, миролюбивое население. И мы будем бороться до последней капли крови. А сегодня Совет Европы включил любые действия по обходу каких-либо-то наложенных санкций в список уголовных преступлений. То есть те лица, те организации, которые будут обходить санкции, будут подпадать под уголовное европейское право. А сегодня, внезапно, в Донецке, на гвардейке, загорелась нефтебаза. Наверное, она не захотела оставаться с русским миром и решила полностью сгореть. Было очень много огня, очень много дыма, пожарные, все суетятся, а мне кажуть по приколу. А в это время российское преступное военное командование готовится к переброске своего военного контингента, которое оно совместно с белорусскими вооруженными силами скопило на территории Белоруссии. А готовится оно перебросить часть этого подразделения, или даже все подразделения, на самые горячие точки Украины. Это Донбасс и это Луганская область. А в это время Европарламент одобрил пакет финансовой поддержки Украины на следующий год в размере 18 миллиардов долларов. Это не считая отдельной военной помощи. Данные финансы будут равномерно распределены на весь следующий 23 год. И будут постепенно и планомерно поступать на государственные счета Украины. Данные деньги будут направлены на то, чтобы Украина достойно пережила войну и начала восстановление. А в это время военпром России хочет наладить сборку иранских дронов уже у себя на территории. Из запчастей и комплектующих, которые Иран уже поставляет в Россию. Вероятнее всего уже комплектующие и запчасти для крупноузловой сборки дронов поступают в Россию. Если сборка данных дронов началась или начнется в ближайшее время, то уже в 23 году Российская Федерация может изготовить от 200 до 1000 таких дронов-камикадзе. И это будет большой проблемой для нас, для Украины. Вот и все. Слава ЗСУ, слава героям, слава нашим друзьям во всем мире. Перемога будет за нами и уже идет. До новых встреч в следующем обзоре.